Не прошло и полгода. Аким Караганды осенью высказал предложение по благоустройству так называемого пятака. Место, где традиционно собираются люди в поисках разовой работы. Поначалу идею восприняли скептически. Но что появилось сейчас, увидела Ирина Вобещевич. Какие работы были? На какие работы? Стройка, демонтаж. Эти неофициальные места существуют сейчас и были и в советское время. Люди по разным причинам выходят сюда каждое утро в надежде, что за ними приедут и предложат подколыбить. Для кого-то это по споре к основному заработку. Приходят сюда и студенты, а кто-то привык так жить и работать много лет. Бывает такое, что приходите и в пустую уходите? Конечно, бывает. Как на рыбалке. Вот, как на рыбалке. Тем более, раньше работы много было, а сейчас вот... На улице Складской мы насчитали пять точек, где с раннего утра скапливаются готовые физически работать мужчины. Все они убегают от камеры, прячут лица. Предположить, что кто-то когда-то обратит внимание на пятаки, где собираются люди в поисках неофициальной работы, было трудно. Многие предпочитали не замечать эту теневую сторону трудовых отношений. Ермаганбет Буликпаев Аким Караганды на одном из совещаний предложил обустроить место сбора рабочих. Новость удивила даже самих обитателей пятаков. А некоторые чиновники скептически отнеслись к идее. И вот спустя менее полугода павильон для неофициальных работников появился там, где некогда была организована точка со старыми креслами и импровизированным столом под открытым небом. Аким города дал поручение именно позаботиться о тех жителях города нашего, которые здесь подрабатывают официально, неофициально, в силу своих возможностей. И по каким-то своим обстоятельствам они тут работают, ну, грубо говоря, колымет в простонародье. За счет спонсорных средств был установлен данный контейнер, оборудован полностью. Столы, ласки, вы как видите, все это есть здесь. Есть обогреватель, зимнее время греет. Есть резетки. Здесь ребята, которые находятся здесь, они пьют чай, там, ну, какие-то свои нужды и так далее. Люди, как бы это пафосно ни звучало, ощутили заботу государства. Нравится, очень хорошо здесь, теплые, там есть еще кондеры, все удобство есть у нас, чайники, все есть. Удивительно, но рядом с павильоном рабочие перестали скрывать лица и охотно говорят на камеру. Сабит Тажибаев живет в своем доме в Майкудуке, воспитывает двоих детей. Если мы где-то работаем, вот здесь можно еще подработку делать. Еще мы здесь привыкли, это хорошо здесь вообще-то. Зарабатывать можно, да. Павильон работает уже пять дней. За чистотой следят сами работники и даже не курят внутри. За сохранностью и уборкой будут следить представители Акимата района имени Казабегби. Специалисты Центра занятости города будут обеспечивать доступ рабочим в помещение. Открыт павильон будет с 9 часов до 18.30. Люди тут абсолютно адекватные. Здесь все, кто здесь находится, по крайней мере большая часть, процентов 70-80, это те, которые работают официально. То есть работают на заправке посменно, работают по вахте. И они сюда приходят именно в свободное от работы время. Здесь установили информационный стенд с указанием вакантных рабочих мест на предприятиях города и телефоны горячих линий.